В межведомственном рейде регионального управления государственного административно-технического надзора помимо сотрудников ведомства участвовали представители местной администрации, управляющих компаний, муниципальных предприятий и регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов. Поэтому не случайно один из главных вопросов интересующих инспекторов – состояние контейнерных площадок. Также в ходе проверки были осмотрены и территории дворов во втором и седьмом микрорайонах и микрорайоне Сколково. Хочу отметить, что чистота, порядок, благоустройство на улицах, проездах, дворах поддерживается. Мы отметили ряд недостатков, мы их протокольно оформим и в самое ближайшее время они должны быть устранены. На что мы обратили внимание? За последнее время увеличилось количество обращений граждан по парковкам на газонах, по содержанию зеленых насаждений и по ямам во дворах. При этом в Госадомтехнадзоре отметили, что у местной администрации есть рабочие планы, предусматривающие в частности расширение парковочных пространств. Всего до конца года будет создано 1400 новых машин и мест. По поручению губернатора особое внимание сегодня уделяется парковкам на газонах и ямам во дворах. В Одинцовском округе планируется установка полутора километров конструкций, ограждающих газоны от вторжения автомобилей. По ямам во дворах у нас есть дорожная карта у Министерства благоустройства. В этом году запланировано устранение ям в соответствии с этим комплексным планом, а часть ям будет ремонтироваться органам местного самоуправления через управляющих компаний. Рейд проводился в первую очередь по тем дворам, жители которых проявляют наибольшую активность на портале Добродел. Кстати, сегодня люди могут поучаствовать и в формировании перечня дворов, где на 2020 год будут запланированы новые парковки. Мы эту работу ведем, она у нас ведется регулярно, сейчас будем ее тогда усиливать и на следующий год жителями вступим в обсуждение того, где надо поставить парковки, потому что парковка это всегда баланс между тем, кто хочет парковать автомобиль и тем, кто хочет видеть зеленый двор с зелеными насаждениями. Парковочные места это достаточно большое мероприятие и по времени и по затратам, соответственно они планируются загодя и план на 2019 год у нас создан, 43 двора мы в этом году делаем. На следующий год планы составляются и они также будут опубликованы к концу года. Жители сейчас могут подавать заявки в администрацию, писать письменное видео, их подавать и это все будет учтено при формировании плана следующего года. Нужно поторопиться, так как число желающих обычно всегда превышает размер выделяемых средств. Что же касается недостатков, выявленных по ходу проверки, то основная их часть будет устранена в течение двух недель, остальные до конца лета. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.